19 том книги открытым оком вопрос номер 3295 тема община каковы ваши впечатления после прочтения диссертации отца нафанаила о вашей общине отвечает игнатий тихонович лапкин когда сталину доложили что гитлер покончил жизнь самоубийством тот ответил якобы двумя словами доигрался подлец после прочтения я сразу позвонил отцу нафанаилу и предложил ему чтобы он все написано им прочитал на нашем собрании в общине он замялся и как всегда нечто неопределенное стал тянуть да не знаю я предложение свое повторил и несколько раз и наконец он отозвался чуть пояснее подумаю я ему сказал что беру этот материал для книг для книги похоже он никак этого не ожидал и стал говорить о недоработке текста я спросил может есть лучший вариант нет тогда беру этот и дам комментарии когда он поступил на теологический факультет где он должен изучать мировые религии и разное и всякое я спросил его зачем ему нужна это блевотина как и романаху книга пророка исаи 28 глава 8 стих ибо все столы наполнены отвратительной блевотины нет чистого места книга исаи 57 глава 4 стих над кем вы глумитесь против кого расширяете рот высовываете язык не дети ли вы преступления семя лжи и очень часто с монах играет словом подумаю ни разу по всей библии нет этого лукавого слова подумаю в общем ни разу почему это слово ни к чему не обязывает этому человеку на все наплевать он же не обещал значит он рискует потерять ум сделаться сумасшедшим бесноватым потом что играет потому что играет памятью о будущем подумаю имеет только один смысл помолюсь посоветуюсь богом а этого то тут и нет даже в помине написать можно о виденном слышанном в течение нескольких лет только тогда если все регулярно записывать вести дневник я ни разу не видел чтобы он открыто записывал хотя я к тому его побуждал не раз он жил со мной спал на верхней плацкарте палатах а я внизу там так хорошо было нам так хорошо было более всего я допекал его ранним вставанием после утренней молитвы и работе на компьютере он до завтрака заваливался иногда еще на 3-4 часа закрыв голову одной или двумя подушками из-под которых его никто уже не мог вытащить даже игорь дебунов этот сон был чудовищным всегда я его крепко упрекал называя лживым советским монахом конечно же асунов анаилу было у нас нелегко он привык ни перед кем не отчитываться что сделал для других как же он бедный терпел меня и не один год думаю что по молитвам святых он прибился к нам и сидел уткнувшись в колени не слал ни слова невозможно было из него выдавить но потом стал смотреть на людей но как он появился возле меня как раз тогда когда я стал готовиться к набору книг он помог мне чрезвычайно его господь наслал на меня мы с ним славно потрудились да воздаст ему господь да дарует веру святую обрести теперь я сам веду набор и верстку но по фото выводам он еще он все еще помогает хотя и их уже делаем часто без него и как только я научился он тут же ушел от нас ему дисциплина была смертельно тяжко в жизни общины не участвовал да ему это и не нужно было никогда во веки веков пристал в какой-то какой-то группе старостильников греческих и никуда теперь не нужно ему ходить в храм даже на пасху один на работе и спит мне чрезвычайно жаль его и где бы я не говорил всегда повторяю что без отца на фонарила мне бы не издать ровно за пять лет двадцать пять книг здесь он говорит об издании трехтомника нового завета суть дела тогда не так обстояла как он пишет и даже совсем совсем не так под своим именем издать новый завет только исключительная злобность демона может такое вымолвить отношу к тому его слова что он просто выразился не точно меня многие просили издать комментарии какие я даю на занятиях в университете один из слушателей несколько лет приходил и записывал а потом пришел в последний раз и мне подарил все пленки несколько коробок полный курс у нас был тогда четыре года около четырех пять четырехсот пяти часов вот я и подумал что же мне взять из них но отец на фонарилу предложил сделать не так а издать новый завет толкованием отдельно от серии книг открытым оком и вставить комментарии мои и шрифты другой взять для комментариев и какие корочки и титульный лист это все детище отца на фонарила я имел свое мнение но посоветовался с директором типографии полиграфис полиграфист с друзьями и признал версию и романаха лучше в чем и не раскаиваюсь до ныне он припомнил мне что я просил сбавить цену за книги так и было потому что начисляли ндс 21 процент а могли и без него выходят что все эти годы он был не только не со мной духовно но и собирал такой компромат столько лет на меня зачем он не припомнил ни одного доброго слова моего ни одного доброго дела хотя и пил и ел здесь в потеряевки и в потеряевки и трудился то на компьютере разве для меня и прописан по сей день он у меня сожрала его и веру его самости горит горчайшая обида не на меня даже она приз приставана приставание игоря добунова который постоянно его тормошит и укоряет за сонное времяпровождение с приходящими неверующими на меня он смертно обиделся за седьмой и восьмой том где 400 вопросов и ответов о монашестве погубившим проповедь в своем исследовании он рассуждает как абсолютно неверующий человек о том о чем ему и рта раскрывать не следует потому что он не трудит не трудится в деле проповеди и не может создать то что видел здесь значит чего-то мы стоим если на днях за написание она статьи москва присудила фото корреспонденту галенко в в первую премию алтайская правда 14 11 0 6 страница 5 потому и романах и ушел в подполье чтобы никому и ничем не быть обязанным куда ездит где бывает сей ученый монах я его упрекал за фальшивое монашество за бродячие антимонашество за образ шатохи шатайки что осуждается святыми отцами первое послание коринфянам 2 глава 14 15 стихи душевный человек не принимает того что от духа божия потому что он почитает это безумием и не может разуметь потому что всем надо бы насудить духовно но духовный судит о всем о нем судить никто не может у него ни слова нет о благодати призывающий о благодати обращающий он все свел к анализу безбожников их блевотине и это вполне уже ограничить с хулой на духа святого одна душа весьма печалилась о нем давно и это было видно уже четыре года назад не мне одному кавычки открыты вы боитесь откровенности и думаю что она не свойственна вам вообще меня волнует то что происходит внутри вас в вашей душе а происходит там не очень хорошее и кончится для вас может слишком плохо учитывая вашу замкнутость и самодостаточность это на вас блокирует полностью лишив поддержки и помощи извне увлечет в страшную пропасть из которой как мне думается вам не выбраться никогда послание к евреям 3 глава 13 стих но наставляйте друг друга каждый день доколе можно говорить ныне чтобы кто из вас не ожесточился обольстившись грехом послание к евреям 6 глава 4 6 по 6 стихи ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками духа святого и вкусивших благого глагола божия и силу будущего века и отпадших опять обновлять покаянием когда они снова распинают в себе сына божия и ругаются ему и эти страшные слова которые сказал апостол павел могут исполниться на вас мой опыт христианской жизни 8 лет это конечно немного но за все это время я не знаю ни одного случая покаяния ни одного отступника из общины от веры христовой а вижу их полное падение отвержение что видно из помрачения ума за свою самонадеянность страшную непокоривость это соль потерявшая силу выброшенная вон на попрание людям они даже у мирских находятся в презрении и в посмеянии и ничто ним не помогло устоять им в истине на что они надеялись не их так сказать опыт знания образования их собственный ум ведь знание без исполнения ничего не дает а тем более вере они не искали совета были непокорными молитвенниками не были однозначно и все до одного много спали маленький намек на критику вызывал бурю негодования желтую отрыжку в адрес наставляющего все до все до одного судили за глаза так как внутри это вместиться не может таков общий закон затем начинали обрызгать своей грязью в лицо тому к тому кому они многим обязаны пенись с работами своими и на этих волнах вы метались вон у всех все было трафарет на в деградации так как учитель то у всех один он для них и являлся единственным наставником сатана человек соприкоснувшийся с истиной прежним остаться никак не может это общий закон мало того человек упавший начинает винить в своем падении того кто пытается ему помочь злобить на него в своих пороках и вини другого считая что до общения с этим человеком он был лучше а не понимает что что то что в нем проявляется что то что в нем проявляется это его собственная природа природная просто свете этого человека ты вдруг увидел что ты грязный поросенок кукла деревянная эти люди всегда себя считают ущемленными обиженными за этой страшной грани уже нет покаяния сатана к нему не допускает он полностью вступает свои права самое страшное это внутреннее переживание таких людей уже при жизни они в аду так как окружающая жизнь их не радует они зациклены на себе и из этого заколдованного круга выбраться не могут так как он их сделал глупыми и слепыми я вижу вам это я пишу вам это в одежде что вы только подошли к этой грани но еще не переступили ее я сама не раз подходила к ней подойти к ней очень легко отойти от нее очень трудно и самому без бога невозможно сознание настолько опутано паутиной амбиции что только я становилась на колени начинала плакать моля бога о помощи и пощаде как дьявол начинал биться производит производя в душе страшную бурю это настоящий ад все до все до одного из отступников трясут своей любовью к иисусу а поживший с ними рядом понимая что не иисуса они не любят ни ближнего своего именно ближних вообще наплевать и самое интересное у нас все сводится на игнатия тихоновича но не в его веткой платяшки дело а в том что он говорит и как бьется за каждую душу если вас сатана поймал на нем а мне думается что это так и есть то мне вас искренне жаль сперва начни жить как он и делать как он а потом лепить для него ярмо а до тех пор он вам недоступен равно как и всем другим бог вас наделил очень многим как внешним так и внутренним и чем больше вы имели тем ниже вы падете и каждая собака будет норовить вас укусить так как для многих вы были укором душа моя за вас болит думаю что сейчас вы подходите к ступени ожесточения а затем и бегство только не подумайте что это я вам накатала под диктовку игнатия тихоновича изменения в вас я заметила сразу как вы только переступили порог в тот самый день когда переехал приехал из потеряевки вы даже внешне изменились на вашем лице лежала печать как у саши дмухи а зачем все внешние проявления стали подтверждать а затем все внешние проявления стали подтверждать это мне хотелось затеять с вами разговор но подумав решила что сама к этому не готова да и вы не открыты вероятно боитесь меня с первых моих слов вы бы замкнулись и все радует вас то что у вас есть глубокий самоанализ а страшно то что многое понимаете да мало что делаете и это до поры до времени меня вас всегда шокировала ваше ужасное безразличие к окружающему чудовищная лень из этих двух страшных качеств четко вырисовывается ваш характер да и последующая жизнь от чего вы не дадите хода вашей лучшей стороне души почему вы так беспечно относитесь к своей жизни в нашей власти настоящие эти настоящим мы обеспечиваем свое будущее ведь вы не можете этого не понимать и думаю что не в монашестве тут дело ведь вы можете быть другим если захотите лично я в это верю тем более нам есть ради чего стараться в этой жизни даже человеку которому вы неравнодушны вы не кинетесь помогать напроситься что-то сделать думаю что если вы бы не были монахом и были женаты у вас бы была ужасная семейная жизнь жаль того кто бы жил с вами и те страдания которые бы вы причинили ему вас бы нисколько не вдохновляли на исправление а наоборот ожесточили вы бы молча ушли как тот алкоголик из потеряевки и все вы не терпите критики в свой адрес одна надежда что от меня что-нибудь примите 18 октября 2002 года кавычки закрыты псалом 14 стих 8 мудрость разумного знания пути своего глупость же безрассудных заблуждения книга притч соломоновых 21 глава 16 стих человек сбившийся с пути разума водвориться в собрании мертвецов книга пророка оси 14 глава 10 стих кто мудр чтобы разуметь это кто разумен чтобы познать это ибо правы пути господни и праведники ходят по ним а беззаконные падут на них книга откровения 2 глава 5 стих и так вспомни откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела а если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься я по-прежнему так и держу постель его на готове и о том звоню и романаху что его место не занято может ночевать здесь а караван идет своей дорогой и все еще не вечер упомянул отца нафанаилу отец нафанаил о запрете быть в полит в политических партиях таковых я и не знал ни одного кроме его самого до встречи со мной он был духовником черной чертовой сотни лютых антисемитов и если от этой красоты освободил тебя господь так почему бы так и не сказать и если от этой коросты освободил тебя господь так почему бы так и не сказать на плутовать о запретах участия в политических партиях освободился от поганой смерти от рук евреев быть может здесь у меня состоялся разговор с иеромонахом нафанаилом духовником местного отделения черной сотни пишет игумен кирилл сахаров из москвы для слова божия нету страница 418 стоит открыть книгу к истинному православию и прочесть страницу 458 476 где отец нафанаил подробно описывает свой переход в рпцз и ниоткуда не видно что он был кем-то подталкиваем в приграничном психическом состоянии и сам он писал прошение и был принят сам же и заголовок придумал о матери церкви или почему я стал зарубежником вот как писал и совершал набор на компьютере после молитвы перед иконами евангелием дорогой монах кавычки открываются крестился я в томске на втором курсе технического вуза озаренный чтением одного из дзен буддийских мистиков несколько дней я ходил в приподнятом настроении и вдруг решил действием немножко приобщиться к чему-то духовному хотя бы к вере предков в результате случилось так что священник в одном из храмов совершал надо мной какое-то действие поливал мне затылок водой чем-то мазал и что-то на распев читал на следующий день меня причастили после всех действий я удовольствовался тем что стал крещенным но к сожалению кто такой христос так и не узнал господь оставался для меня малознакомым персонажем духовной литературы жизнь моя продолжала течь по-прежнему то есть меня не посадили и расти я не стал по милости божией духовный голод не давал мне покоя через три года уже в барнауле я беспокойно стал кружить вокруг храма увидел что там есть библиотека и усиленно начал читать духовные книги и журналы дошло дело и до евангелия милостивый господь заранил в мою душу семя веры непосредственное стремление к нему я покаялся на общей исповеди пару раз причастился и стал молиться о том чтобы стать монахом так хотелось целиком служить богу в итоге без каких-либо усилий с моей стороны через три месяца после первой исповеди меня постригли в монахи и рукоположили в диаконский сан еще через три священнические мне едва исполнилось 20 лет в общем спасть с постригом и хератония состоялась такая же профанация как искрещением как только я заикнулся о том что я не достоин и мне наверное рано наставник мой только посмеялся а епископ рукой отмахнулся впрочем хотя я и не знал почти ничего но был весьма самоуверен конечно смогу чё я уже я хуже других что ли пять лет на горе мне и православному народу я служил на приходах и в монастырях барнаульской епархии сколько при моем крещении постриги и хератонии было совершено канонических преступлений сколько и даже больше совершал я сам столько и даже больше совершал я сам калеча души и судьбы уже других людей кавычки закрыты так когда же произошло обращение рождение свыше ныне ожесточенное сердце и романаха будет снова кружить где угодно вплоть до дзен буддизма но только чтобы не быть обязанным нашей общине только не здесь только не только не от игнатия и это не ново такое мы встречаем в попах почти всегда ржавчина патриархии дух содома из них очень трудно выходит и конечно же от многоспанья дух лжи и блуда никогда из них не выйдет потом отец нафанаил получил полное крещение с треократным погружением в потеряевке но и о том он ни слова как совершенно неверующий неблагодарный соглядотай евнух я в тюрьме встречал священников монахов и женатых попов монахи заросления мальчишек и сейчас все крутятся возле них малолетки с косичками женоподобные существа уже сподобляются роли троеточия исследовать себя и других можно но только по библии а вот этого то не в ни в одной строчке и нет у судникова в поиске тоталитарности первое послание тимофею 4 глава 16 стих вникай в себя и в учение занимайся сим постоянно ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебя послание к евреям 13 глава 17 стих повинуйтесь наставником вашим и будьте покорны ибо они неусыпно пекутся о душах ваших как обязаны дать отчет чтобы они делали это с радостью а не воздыхая ибо это для вас не полезно жуткий эгоизм монашеский давил влево и на собрание никак не хотел оставаться и романах и сколько бы его не уговаривал остаться он демонстративно вставал плевал в кавычках на всякую дисциплину тут то вот как раз и есть беда замашки непокорности и властвования есть а и спаства нет ни одного и бедный терпел нас столько времени прости нас отче все честны но мы обязаны были тащить тебя обличать в нашей любви ты можешь никогда не сомневаться более искренних друзей тебе вряд ли когда придется обрести книга пророка языки или 3 глава 20 21 стихи и если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно когда я положу пред ним преткновение и он умрет то если ты не вразумлял его он умрет за грех свой и не преломы и не припомнятся ему праведные дела его какие делал он и я взыщу кровь его от рук твоих если же ты будешь вразумлять праведника чтобы праведник не согрешил и он не согрешит то и он жив будет потому что был в разумле вразумлен и ты спас душу твою но если четверть века позади а ты еще не звонок и не ярок еще не приготовил свой подарок то от тебя подарка и не жди